Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы обсуждаем развитие кризиса во всей красе и по целому ряду параметров. Гости нашей студии. Арефьев Николай Васильевич, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству, фракция КПРФ. Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора по научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения, профессор финансового университета, доктор экономических наук. Головин Михайлович, член-корреспондент РАН, первый заместитель директора Института экономики РАН. И Сухарев Олег Сергеевич, главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор. Добрый день. Николай Васильевич, ну посмотрите, сразу несколько факторов. Это падение цены на нефть, общая нестабильность, коронавирус, который непонятно еще куда вырулит, и получается, что наша экономика из профицитной бюджет становится дефицитной. В общем, целый ряд таких самых разных негативных факторов. Вот на ваш взгляд, как эти факторы скажутся на нашей экономике, какое они могут иметь, как говорят медики, взаимоотягощающее значение? Вообще-то это пахнет какой-то диверсией, потому что все было спокойно, вдруг на базе коронавируса начинаются закрываться границы, парализуются товарные потоки, и какие-то меры внутри государства начинаются принять для прохождения товаров. Ну, в большой опасности экономика Китая, но и нас она не обойдет. Это значит, сейчас начнут раздаряться авиакомпании, это железная дорога, она прекратит перевозки пассажиров, начнет терпеть убытки. Ну, выделил наше правительство 300 миллиардов на покрытие убытков компаниям. Но это же не все. Если товары возить не будут, значит, остановится и промышленное производство, в том числе. Раз оно остановится, то надо платить зарплату, значит, эти 300 миллиардов надо как-то будет распределить еще и людям, которые потеряли работу в связи с тем, что экономика остановилась. Весь вопрос в том, что, ну, вот это все не случайно. Вот, допустим, кризис нефтяной, он рукотворный. Это из-за того, что Сечин не договорился там со странами ОПЕК по поставкам нефти. Ну, в результате получился вот такой вот казус. Сегодня об этом никто не говорит, но виновата вот именно наша олигархия. Как говорится, жадность фраера сгубила. Ну, вот и сгубила. В результате курс рубля понизился. Ну, говорят, это хорошо. Да, хорошо для наших производителей, которые работают на экспорт. Но дело в том, что здесь же еще и вирус. Если мы производим товары, но не можем вывезти их за границу, то какую же пользу мы от этого имеем? Ну, и весь вопрос заключается только в одном. Вот, когда у нас Советский Союз был самодостаточным государством, он производил абсолютно все. Пусть некачественные, там качественные, но мы были неуязвимы для внешнего рынка. Пожалуйста, мировые кризисы нас обходили всегда стороной, потому что мы были самодостаточными. Мы производили все. Кстати, санитарная служба у нас была на совершенно другом уровне. А сегодня мы даже 30% продовольствия закупаем. Говоря о промышленных товарах, мы 70% промышленных товаров закупаем, я не говоря о высокотехнологичном оборудовании. Если закрываются границы, и мы сами ничего не производим, то мы поднимаем руки кверху, мы ничего сделать не можем. Михаил Юрьевич, но не хочется, конечно, огуль нахаивать только наших нефтяников, а на Ваш взгляд, в чем причина вот этого серьезнейшего кризиса в нефтяной отрасли, беспрецедентного падения цены на нефть? И вообще, конечно, такое достаточно чудное для рынка колебание, на сколько там процентов упало? В разы. Товар упал в стоимости в разы. Ну, если быть точным, я вот посмотрел данные за месяц, за последний, на 40%. Ну, соответственно, больше, чем в два раза, да, падение цены на нефть на мировом рынке. Кто виноват и что делать? Ну, на самом деле, для этого надо немножко заглянуть в прошлое, вспомнить про предыдущий наш кризис, 2014-2015 года, вспомнить, что цена на нефть, на самом деле, существенно упала именно тогда, и после него, собственно, и возникло вот это соглашение ОПЕК+, которое позволило, ну, там, на пике порядка 76 долларов поддерживать цену на нефть. Поддерживалась она, понятно, за счет сокращения добычи участниками. То есть, по сути, на самом деле, соглашение было, ну, во многом беспрецедентным, потому что ОПЕК плюс мы, в общем-то, это... Плюс это в основном была Россия. В общем-то, основную часть рынка контролировали. Проблема в том, что появились американские производители, которые, может быть, не так сильно влияют на экспорт, но они влияют сильно на внутреннее производство и внутренний спрос в США, которые, естественно, продолжают оставаться одним из крупнейших рынков. Ну, а дальше просто вот началась, я бы так сказал, сильная неопределенность. Вот я бы, пожалуй, такой термин применил в мировой экономике. И, собственно говоря, вот это же падение цен на нефть и отсутствие договоренности, оно было связано с тем, что пытались вновь сократить добычу, чтобы справиться вот с этим сокращением спроса в результате коронавируса, в результате падения китайской экономики. Всем, конечно, было ясно, что спрос сократится. Что мы видим сейчас? Опять-таки, из вот этих политических факторов начинается ценовая война, и предложение увеличивается на фоне того, что по всем объективным факторам спрос, конечно, сокращается. Но, естественно, это все увеличивается каким образом? Производители дают большие скидки, соответственно, идет, на самом деле, по сути, для краткосрочного нынешнего этапа, по сути, идет перепроизводство. На ваш взгляд, кто все-таки виноват? Трамп сказал, что виноваты России и Саудовской Аравии. Некоторые наши горячие головы говорят вообще, что только наши виноваты. Такого не может быть. А вы считаете, кто действительно виноват? Кто, как говорится, перегнул палку? Смотрите, любое соглашение, в данном случае, ну что там, это в экономике картельное соглашение, понятно, ОПЕК+, оно очень зависит от позиции участников. Конечно, каждый участник теряет в каком-то смысле от этого соглашения. И точно так же мы теряли. Но вопрос в том заключался, смогут ли договориться на новом этапе, и как оценивают риски. Мы их оценивали таким образом, что, видимо, спрос не настолько сократится, чтобы мы пошли на такое сокращение добычи. Ольга Аркадьевна, ну, можно же рассматривать и конспирологические версии. Я, кстати, у них ничего плохого не вижу. Я вообще сторонник теории заговора. Россия в последние годы, внешнюю, по крайней мере, политику, проводит достаточно независимую и раздражающую Соединенные Штаты активно. Это и Крым, это и Сирия, это и Венесуэла, это отношение с Китаем и прочее, прочее. Как вы считаете, насколько велика вероятность, что американцы и их полностью подконтрольная Саудовская Аравия просто договорились для того, чтобы показать России, где раки зимуют, уронить таким образом нашу экономику. Они же знают, что, в общем-то, мы великая энергетическая сверхдержава, а больше-то нигде мы как-то и не сверхдержава. Сказать, что у нас какая-то выверенная, последовательная внешняя политика продиктована долгосрочными интересами нашей страны, а не интересами нефтяных наших компаний, доходы от которых не очень идут в наш бюджет, на самом деле. Совсем далеко не полностью идут в наш бюджет. Поэтому, на самом деле, с точки зрения того, что это прямо все продумали от коронавируса до всего остального, чтобы погубить российскую экономику, которая и так, вот сейчас я к этому, если можно, вернусь, не так сильно, как хотелось бы, но я сомневаюсь. То, что могут быть войны между США и Китаем, и в войне все средства хороши, это может быть и возможно. А дальше уже аукается всем тем, кто сам не самодостаточен, как совершенно верно сказал мой коллега справа. И я как раз хотела бы на двух моментах остановиться. Первое. Вот есть факторы, вы их назвали. Вот у нас сейчас коронавирус, падение цен на нефть и падающий курс рубля. Вот бывают управляемые факторы и неуправляемые факторы. Понятно, что управление всегда имеет какие-то свои рамки, коридоры и так далее. Но коронавирусом мы управлять, видимо, никак не можем. С нефтью, на самом деле, мы, конечно, могли. Дело в том, что это просто еще раз, как Михаил Юрьевич сказал, даже вот на, не знаю, там, на неделю вперед, на две недели вперед, не просчитали возможные вероятные шаги партнеров бывших, да, по ОПЕК+, которые, пожалуйста, расширят предложения на рынке, чем еще больше снизят. Это просто говорит тоже еще о качестве нашего управления, либо каких-то иных интересов, которым это как раз-таки тоже на руку. Да, я имею в виду внутри страны. И следующее. Падение курса рубля. Ну, точно повторяется ситуация 2014 года. Огромные золотовалютные резервы, интервенций серьезных не было, и вовремя не было, и так далее. И последний, второй фактор, это, конечно, о нашей несамодостаточности. И что мы видим? Я специально посмотрела ситуацию по самым жизненно важным для людей вещам. Это продовольствие и лекарство. Значит, продовольствие. Да, нам говорят какие-то цифры, значит, во многом мы там заместили по свинине, там по курице, там по птице, по зерну, там почему-то. Но одновременно я слышу, у нас семенной племенной фонд по-прежнему импортный, у нас оборудование во многом импортное, у нас закваски импортные. То есть, на самом деле, даже в агропроме, в том же самом тепличном хозяйстве, аж компост у нас импортный, понимаете, для выращивания грибов и так далее. Что касается фармацевтики в России, 85% предприятий иностранные на территории России, производители лекарств, 15% российские. Из этих 15% только 8% работают на российском сырье. Значит, все остальное, абсолютное большинство, работает на импортном оборудовании и на импортном сырье. Значит, в этой ситуации мы можем видеть только одно. Какие-то лекарства просто будут недоступны по цене, а так называемые жизненно важные рухнут в качестве так, что, похоже, они перестанут просто помогать. Потому что ничем как удешевлением сырья, а это будет и его снижение качества, собственно, вот этого лекарственного вещества, и, может быть, недовложение, я не удивлюсь, и, собственно, лекарственного вещества. Мы такие примеры тоже знаем. То есть, на самом деле, в этом смысле мы оказались опять совершенно незащищенные, и люди наши должны все-таки посмотреть. Ну, вот 6 лет, и вроде бы осознание. Как в таких случаях коммунальщиков, что зима всегда приходит незаметно, и никто ее не ждал. Олег Сергеевич, одна из любимых мантр вот таких либералов и разных американских пропагандистов о том, что Советский Союз развалился из-за низких цен на нефть. Вот упала цена на нефть, экономика Советского Союза якобы оказалась неэффективной, и Горбачев, и его вот эта команда не совершенно ни при чем. А, насколько я помню, в Советском Союзе доходы от нефтегазового сектора составляли 18%, а сейчас 46,3%. Вот, на ваш взгляд, нет ли действительно соблазна у наших партнеров попробовать надавить на Россию таким образом? И, второе, прекрасно все понимают нашу полную зависимость от нефтегазовой иглы, почему не пытаются с нее слезть? Ну, вы задали массу вопросов в одном, причем системных, очень серьезных. Дело в том, что если вспоминать СССР, это вообще отдельный разговор. Вот, у нас там была промышленность высокодиверсифицированная, наукоемкая, высокотехнологичная. Мы за 30 лет, с 62-го года, ну, по 90-е, по существу, в микроэлектронике серьезно сократили отставание от Запада. И по некоторым направлениям микроэлектроники его вообще не было уже, вот, к исходу перестройки. Ну, дело в том, что, конечно, ценовый фактор играл существенную роль и для Советского Союза, я имею в виду на нефть, и явился одним из способов подрыва его экономики, но наравне с другими. Вы понимаете, если бы все другие аспекты бы функционировали, то не было бы такого в обвала. Это расшатывание системы управления, политической системы, все вместе это сыграло на одном направлении. Разрушение страны. Но что теперь об этом вспоминать? Дело в том, что сегодня ситуация, вот вы озвучили цифры, там, 46,3. 46,3, да. Да, но дело в том, вы берете только углеводороды. Да. А если вы другую минеральную компоненту к этому прибавите, то вы получите, что сразу мы выползаем на 60% и выше, там, почти до 70%. Вот, и это очень серьезная зависимость вообще от сырья, это сырьевая ориентация. Попытки изменить эту ситуацию были и есть, они делаются, но, собственно говоря, пока больших успехов не просматривается. В связи с нынешней ситуацией от мирового кризиса, а уже проглядывается именно такая ситуация, поскольку страны ограничивают товарооборот, въезд, то есть это пострадает не только туризм. Это торговля, различные виды производств, то есть мы, ну, со всей вероятностью, видим, мы вползаем в мировой все-таки кризис. Кстати, я правильно понимаю, что удешевление цены на нефть, оно ведет удешевление всего сырьевого спектра, там, и металлов, и прочего, то есть это такой комплексный процесс. Ну, вы знаете, в чем дело, ну, вроде когда, входя в структуру затрат других производств, более дешевый ресурс дает возможность системы развиваться, но когда схлопываются возможности сбыта и взаимодействия с субподрядчиками, когда схлопываются рынки или ограничиваются. Производство сокращается. Да, производство сокращается, то этот фактор, конечно, он не становится основным в поддержке этих производств. А страны, которые зависят от углеводородов, они терпят, конечно, убытки. Николай Васильевич, все-таки хочется обсудить и теорию заговора, а почему бы нет? Ведь почему у нашего партнера, у наших партнеров в Саудовской Аравии, в Соединенных Штатах, нет соблазна повторить вот этот сценарий по удушению России? Что им мешает? Моральные факторы их явно не сдерживают, и политически, и экономически это вполне возможно. Ну, ведь еще Обама в свое время сказал, что главным врагом является Россия у Соединенных Штатов. И если мы являемся врагом номер один, через который проходит ось зла, которую они начертили, то, значит, борьба-то с Россией все равно продолжается. Неважно, каким методами, но продолжается. Ведь он тогда с ликованием на Конгрессе сказал, что мы уничтожили экономику России в пух и прах. В клочья. Экономика России порвана в клочья. Так, стало быть, у них есть основания для того, чтобы российскую экономику уничтожать. А уж какими способами? Ну, вы знаете, наверное, мы все здесь помним, что происходило в начале 90-х годов, и какую роль в этом сыграли Соединенные Штаты. Это же они бросили сюда профессора Шлейфера, дали ему 140 миллионов долларов для того, чтобы уничтожить нашу экономику. Он, кстати, присвоил эти деньги себе, а уничтожил экономику нашими же деньгами за наш же счет. Ну, правда, потом его посадили. Тем не менее, вот когда американцы говорят, что Россия вмешивается в наш выборный процесс, никто никогда не скажет, а почему вы вмешиваетесь во все стороны нашей жизни? И в экономику, и в социальную сферу, и в культуру. И в тот же выборный процесс. Вы же вмешиваетесь во все сферы деятельности России. А почему Россия не имеет права вмешаться в ваши выборы? Тем более, что, ну, я не знаю сейчас так или нет, но когда я Панфилову задал вопрос, а где размещается сайт Центральной избирательной комиссии? Он раньше размещался в Лос-Анджелесе, и когда он там завис во время выборов, то подняли тревогу. А почему сайт избирательной кампании находится в Соединенных Штатах Америки? Почему? Это же тоже ведь вопрос. Это, стало быть, подсчет голосов ведется у нас в Соединенных Штатах. И кто выигрывает, кто проигрывает, они решают, а не мы. Во всяком случае, у нас интернет развит, и можно было бы давно все сервера перевести сюда. Почему же мы до сих пор действуем таким образом? Поэтому вот теория заговора, я ее не снимаю со счетов. Тем более, что Россия всегда была камнем предкновения и среди европейских государств, и американцы всегда считали своим главным соперником и противником. Поэтому я не исключаю, что есть и злой умысел не только в отношении всего мира, но и в отношении России конкретно. Михаил Юрьевич, ну вот говоря про энергетическую зависимость, про сырьевую зависимость, уже вот раз за разом нас прикладывали в 2008 году, в 2014 году. Вот сейчас тоже, еще неизвестно, чем сейчас это кончится, потому что все только, как говорится, начинается. На ваш взгляд, какие все-таки у России есть перспективы, и силы, и возможности, и методы, для того, чтобы избавиться от этой нефтяной и вообще сырьевой зависимости? Или хотя бы ее как-то навести в какие-то достойные рамки, чтобы это было некритично? Ну, все эти механизмы известны. Более того, ученые Академии наук неоднократно, в общем-то, эти предложения делали для правительства. Безусловно, самый основной пункт – это диверсификация российской экономики, то есть уход от этой самой сырьевой зависимости, развитие конкурентоспособных производств по другим направлениям. Как говорится, всего-то навсего. Да. Для этого требуется, безусловно, в первую очередь активная промышленная политика. Она вообще была ругательным словом у нас в либеральном сообществе до 90-х годов. Только когда отношение к ней поменялось на Западе и заговорили о новой промышленной политике, сейчас вроде как стало поприличнее употреблять этот термин. Но на самом деле, действительно, вот Ольга Аркадьевна об этом говорила, хотя меры какие-то предпринимались. Безусловно, точечные шаги были по поддержке сельхозмашиностроения, например. Ну, безусловно, важные. Но все равно вот такой системной политики не хватает, направленной на развитие экономики. Я бы еще сказал, ладно, еще не хватает долгосрочной. У нас и краткосрочная стратегия реагирования на кризисы очень зачастую странная. Вот говорили про падение курса рубля. Да, безусловно, снижение курса выгодно экспортерам. Но когда оно прогнозируемо, а не тогда, когда оно развивается обвально и в неконтролируемых условиях. Между прочим, это и для финансовой системы очень не здорово, которая у нас не очень-то, мягко говоря, стабильна. Как сказал Владимир Владимирович, на живую нитку у нас все. А как мы с этим боремся? Мы закачиваем в банковскую систему ликвидность, а потом эти деньги обратно оказываются на валютном рынке и уходят за рубеж. Какой способ? Способ есть. Мы его не применили ни в 2008 году, ни в 2014. Об этом многие писали. Я в том числе. Ввести ограничения на движение капитала, чтобы нельзя было свободно выводить эти средства во время кризиса за рубеж. Конечно, но это, к сожалению, такая общая линия не вводить. Ольга Аркадьевна, вот сейчас, мне кажется, ситуация больше похожа на 2008 год, чем на 2014. И в 2014 нас все-таки учили уму-разуму старшие партнеры, а в 2008 был действительно глобальный кризис. И помните, Россия, остров стабильности в океане кризиса, а потом нас придавило больше всех. Вот как вы считаете, не произойдет ли, как в русской поговорке, пока толстые Соединенные Штаты сохнет, тощие и сдохнет? Не хочется давать пессимистические прогнозы, но ученые должны трезво смотреть на ситуацию. И я, кроме прочего, хочу сказать, я вот слушала, значит, да, Америка, да, враг России, да, всю жизнь были геополитические интересы, и они часто взаимно противоречат друг другу. Но у меня возникает вопрос, а почему наша власть, вот знаете, вот говорится, вмешивается в наши дела. Ну вот у меня семья, но попробовал бы кто-нибудь вмешаться в дела моей семьи, или мой муж бы в жизни не позволил бы вмешаться в дела нашей семьи, понимаете? У нас почему-то как бы, ой, а это нам, значит, вот кто-то вмешивается. Я приведу пример сначала, вот оттолкнусь от того, что сказал Михаил Юрьевич, в отношении трансграничного контроля за капиталами, которые и лихорадят, в том числе финансовый рынок. И если вы знаете, в 2014 году, когда начались санкции, да, они кредиты нашим компаниям и так далее, долгосрочные перекрыли, а краткосрочные, для спекулятивных целей, с которыми можно приходить и вот так вот лихорадить, Они сохранились. И вот я хочу сказать про внешнее управление, или то у нас внутри так почему-то дают собой управлять, те, кто нами управляет. Привожу пример. В 2000, в каком это было году, в 2008, или это было еще в 1998 году, когда был кризис, МВФ не рекомендовала странам устанавливать трансграничный контроль за перетоком капиталов. Но, оказывается, можно не слушаться МВФ. Знаете, кто, например, не послушался, насколько я помню, Малайзия. Малайзия. Не послушалась рекомендации. Это никакое не международное право, под которым там кровью подписалась страна, абсолютно нет. Не послушалась Малайзия. Вот Михаил Юрьевич поддерживает, да, вот это. И она оказалась гораздо лучше всех других в своем регионе, выбралась из-за этой ситуации. Но если говорить вот для наших зрителей по-простому, что нужно? Нужно, чтобы были деньги, которые можно вложить, был бы спрос, который тебе бы гарантировал избыт, и нужно, чтобы ты мог планировать хоть сколько-то. И вот представьте себе, мы провели крупное исследование, у нас было, оно вообще-то было посвящено трудовым ресурсам, возможности планировать свои кадровые потребности. И вот от авиапредприятий до фермера у всех, знаете, какой надежный горизонт планирования? Один год. Потому что, как нам говорили, в том числе руководители воронежских авиапредприятий и так далее, да, у нас в программах написаны прекрасные цифры, прекрасные цифры. Там будет 25 самолетов, но когда доходит до этого года, оказывается, что это два самолета. И пока вот это все делалось, все твои смежники еще успели обанкротиться, потому что ты не давал им заказов. То есть, на самом деле, у нас и до сих пор та же ситуация. Хотя у нас помпы в 2014 году на фоне наших присоединений Крыма и конфронтации с начавшейся Западом были приняты законы о стратегическом планировании. И промышленные политики – это абсолютно неработающие, пустые законы. Олег Сергеевич, для простого гражданина что важно? Рост курса доллара, потому что это напрямую связано с ценами. Вот 75 рублей за доллар. Bloomberg, который не совсем дружественное агентство, говорит, что возможно и 100 рублей за доллар. А вы что прогнозируете? Как будет развиваться ситуация с валютным курсом? И вообще, как ее можно стабилизировать? Вы знаете, ну, учитывая опыт поведения 2014-2016 годов, там, 2008-2009, наш Центробанк может поступить, ну, вообще, как угодно. Вы понимаете? Поэтому здесь прогнозируется… Такое ощущение, что они зарплату в долларах получают, вот глядя на их спокойствие. Ну, если вот коллега сказал, что сайт избирательной комиссии на домене на иностранном расположении, это не просто нарушение, это дикость вопиющая. У нас многие сайты компаний расположены на доменах иностранных. Ну, дело не в этом. Вы понимаете, дело в том, что вот говорили о предложениях Академии Минаук. Все верно, мои коллеги сказали, абсолютно, и я подписываюсь неоднократно. Но только одно уточнение, не с 2013 года, а с 90-х. Если все-таки курс скакнет до 100 рублей за доллар, как вам кажется, может быть, это востребовано? Это уже может просто стать основанием для паники у народа? Вот Глазио Сергей Юрьевич неоднократно выступал, Ершов здесь уже называемый. Мы писали, и тоже Михаил Юрьевич, и я писал, что если не будет проводиться политика сдерживания спекуляций на валютном рынке и свободного перемещения капитала, когда он отжимается через банковскую систему и затем выводится на валютный рынок для обвала, для того, чтобы определенные круги нажились уже на обвале, вы понимаете? И на выводе капитала. А эта схема по существу сохранена. Мы ее называли даже валютно-процентный рычаг. Вы понимаете, даже сейчас собрался руководство Центробанка, мы не будем снижать ставку. А что сделали американцы? Снизили ее до нуля практически. А, они снизили ее. Вот если вы посмотрите динамику даже процентных ставок, то она идет почти в противофазе. То есть есть участки, где четко эта противофаза видна, поведение ФРС и России. Причем в России ставка всегда на всем обозримом периоде, который мы анализируем, с начала 2000-х годов по сегодняшнее время, она в среднем выше. Все равно. Кстати, России это не дает каких-то добавочных, серьезных вливаний капитала. Вот, казалось бы, под высокий процент должен приходить капитал. Но этого мы не наблюдаем так, по-серьезному. Вы понимаете? А с другой стороны, он отсекает и губит инвестиционные процессы, и по существу работает на вот эту валютно-процентную схему, о которой здесь уже говорили. Поэтому все зависит от и краткосрочных, и от долгосрочных ориентиров, и денежно-кредитной политики, и других видов политики, которые необходимо согласовывать с денежно-кредитной. Ведь для чего мы кредитуем, и что мы кредитуем? Мы должны кредитовать экономику. Тот реальный сектор, который должен создавать товарную, продуктовую, внутреннюю массу, которая должна покупаться потребителям. И на этом круге должен заработать механизм капиталообразования. Вы понимаете? То есть, по существу сращивания банковского и промышленного капитала, как говорили когда-то, давным-давно в советской области. Но у нас, к сожалению, нет ничего похожего. Давайте познакомимся с результатами опроса, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Чем должен определяться курс российской национальной валюты? Ценой нефти 1% считает, валютными резервами Центрального банка 1%, уровнем развития отечественной экономики 96%, затруднились ответить 2%. Николай Васильевич, как бы Вы могли прокомментировать эти данные? Действительно, от чего должен зависеть валютный курс? И вообще, можно ли такой важный ключевой показатель просто отпускать свободное плавание? Ну вот, наверное, правильно сказали уровнем развития отечественной экономики. Когда в Советском Союзе у нас была стабильная экономика, и фактически инфляции не было, и курс доллара был стабильный. Ну, он там в волатильности определенной и была, но в пределах разумного. Таких скачков, когда с 36 рублей за доллар до 70, во всяком случае, не было. Я знаете, что вспоминаю? Сейчас вот нынешней молодежи, это трудно понять. Когда на металлических кастрюлях сзади была цена выбита, и эта цена не менялась годами, иногда и десятилетиями. Да, у нас вся продукция выпускалась уже с ценой, и только из-за того, что была стабильность, и инфляции, в общем-то, не было. Поэтому, ну, мы еще раз только говорим, что вот государственная экономика, плановая экономика, но она более стабильная, чем тот развал, в котором мы сегодня оказались. Ну, вот мы недавно провели экономический форум в Орле, там рассматривали все вопросы, почему же у нас так плоха экономика. Ну, там множество факторов и внешних, и внутренних. Но как будет работать наша банковская система, если коммерческими банками в основном управляют иностранные компании? В совете директоров большая часть иностранцев. И получается, что у нас инфляции 3%, ключевая ставка 6%, а кредиты выдают по 21%. А как же так может быть? Ну, ни в одной стране мира такого нет. А потому что коммерческие банки работают по своей схеме, центральный банк по своей, все остальное по своей. А где же регулятивные функции центрального банка? Почему он не воздействует на эту систему? Какое производство в таких условиях может выжить? Потому что ФРС вмешивается, не трогай наших. Посмотрите, там одни иностранные лица. Вот сейчас вздыхают многие от ВТБ, отдают на приватизацию. Что там приватизировать? Там все уже приватизировано. Там остались копейки. У нас считается Сбербанк государственным банком. 48% принадлежит Великобритании и Соединенным Штатам. Вот кто сегодня управляет нашими деньгами. Давайте посмотрим на экономику с другой стороны. Собственность чья нашей экономики? Все иностранные. 92% крупной собственности принадлежит иностранным инвесторам. 42% уставных капиталов принадлежит иностранным инвесторам. Нам часто говорят, ну давайте, вот у нас сейчас фонд национального благосостояния 8 триллионов, давайте бросим на развитие экономики. Кому бросать? Вот этим иностранцам давать, чтобы они все это увезли за кордон. Кому отдавать? Дерипаски? У него Америка сейчас все растащится, он и так все уже протабанил. Кому давать? Вот хочешь, не хочешь, ставится вопрос, а давайте уж мы за бюджетные средства строить государственные предприятия. Ведь такой опыт был. Ведь когда сказали, давайте мы решим вопрос по свинине. Построили 12 свинарников, и свинины обеспечили народ. Построили 9 птиц фабрик, и обеспечили ножками Буша. Можно делать? Можно. Если уж вам так противна государственная собственность, ну приватизируйте ее после. Но пусть это будет все. Вот сейчас импортозамещение буксует. Говорят, вот много причин находится. Бизнес почему-то не разворачивается. А он не разворачивается, потому что условия не созданы. Ну так, если мы хотим оторваться от Запада и быть независимыми, нужна нам обувь. Давайте строить 50 обувных фабрик. Нужны нам костюмы. Давайте построим 100 швейных фабрик. Но ведь никто ничего не строит. И государство молчит, и бизнес не шевелится. А вот эти вот иностранцы, они шевелятся, они занимаются. И ведь я даже не хочу говорить о том, что против России идет какая-то там компания. Нет, просто Советский Союз был с железным занавесом. Вдруг этот рынок открылся. На него напали все, как на поверженного льва. Каждый хочет урвать свое. Это чисто коммерческий интерес. Тут не политикой пахнет, а каждый хочет взять свое. Одно, кстати, другому и не мешает. Да. Ну и вот и рвут на части. А мы просто, у нас менталитет остался советский. Мы не знаем. Они нам предлагают, а мы соглашаемся. Но в результате всю экономику отдали в иностранные руки. Они ее рвут на части, а в бюджет ничего не попадает. Михаил Юрьевич, вот такая есть довольно, ну на мой взгляд, подлая шутка, что там атеист до первого ДТП, коммунист там до первого серьезного капитала. А вот можно сейчас ее дополнить, а капитализм до первого коронавируса. Вот не кажется ли вам, что экономика, ну власти, скажем так, с твердым порядком. Вот, например, социалистические власти в Китае гораздо лучше справляются с вызовами, которые сейчас стоят перед человечеством, чем обычный классический капитализм. Мы наблюдаем Китай, который вроде бы уже справился с эпидемией, наблюдаем полный хаос в Италии. Посмотрим, где вот находимся мы. А вот, как вы считаете, какая экономика на сегодняшний день пригодна не для пропагандистской картинки, а для реальной, настоящей жизни? Вы знаете, вы прямо мою мысль сняли с языка. Вот сейчас сама эта ситуация с коронавирусом, когда она закончится, ну понятно, что она рано или поздно закончится, она позволит, несмотря на то, что эпидемия началась в Китае, весьма вероятно, что это будет неким тестом на сравнительную эффективность различных систем. И если мы увидим, а пока, по крайней мере, это ровно так, как вы говорите, что китайская система более эффективно справляется с такого рода вызовами, на самом деле, вот в такой международной конкуренции для Китая это будет очень хорошим аргументом. Потому что, заметьте, до этого все шло скорее не в пользу Китая. Говорили постоянно о замедлении китайской экономики, что все... Ольга Аркадьевна, а насколько нынешнее руководство в России, вот на ваш взгляд, оно, во-первых, восприимчиво к вызовам, а во-вторых, насколько оно склонно наблюдать за негативным и позитивным опытом, делать выводы и меняться. У меня такое ощущение, что у нас все-таки у руководства находятся глубоко идеологизированные люди. Что бы ни случилось, экономика должна быть либеральной. Пусть она вся рухнет, зато она рухнет либеральная. И какого-то Примакова-Смыслякова, неких абстрактных, сейчас не просматривается. Для того, чтобы преодолевать кризисы, иметь надежное долгосрочное развитие, нужно, чтобы предсказуемой была политика твоего руководства страны. Я вам привожу пример. Вот тут было сказано про свиноводческие комплексы, которые после 2014 года сегодня мы себя обеспечиваем. А я напоминаю, что как раз перед 2012 годом как раз у нас тоже были заложены много свиноводческих, птицеводческих комплексов. И вдруг, здравствуйте, 2012 год, присоединяемся к ВТО. И я прямо помню тогда статьи руководителей ассоциаций, производителей мясной продукции и так далее, что с ними даже не советовались. Их даже, вот вы говорите, американцы и русские. Вот я читала как раз людей, которые, как раз специалисты по переговорам в рамках торговых соглашений, каковым является ВТО. Они говорят, вот как американцы переговариваются. Две комнаты. Вот здесь переговоры по торговому соглашению, а вот здесь представители всех ключевых отраслей. И вот эти переговорщики без конца заходят в комнату, где сидят представители твоей промышленности и агропрома, и спрашивают, мы можем пойти на такое соглашение или нет. Наших даже не спросили. В этом смысле это называется нет хода без добра. У нас бы так обвалилось, и мы бы сейчас настолько были бы в зависимости с учетом вот этого валютного курса от продовольствия зарубежного, если бы не было санкций западных и наших контрсанкций. Наши контрсанкции, вот это продуктовое эмбарго, оно демпфировало тот удар, который наша же сама власть нанесла по нашей промышленности при соединении к ВТО. Олег Сергеевич, вот наши власти складывали деньги последние годы в кубышку, это прям вот некий был национальный культ. Складывали, складывали, складывали. На ваш взгляд, во-первых, насколько ее хватит при такой политике, при вот сегодняшнем кризисе, и второй момент, не являются ли деньги в нынешней реальности неким виртуальным. Ну, грубо говоря, как можно отформатировать жесткий диск, и вся информация исчезнет. То есть это какие-то нереальные деньги, нереальное производство, нереальные заводы, они сегодня есть, а завтра их нет. Вы знаете, если говорить об этой пресловутой кубышке, то нужно сказать, на мой взгляд, следующее. Во-первых, сама вот эта вот философия кубышки, да, или резервного фондирования, она известна давно. Даже мне трудно сейчас назвать дату, но весьма давно и приписывать это как достижение там Кудрина или кому-то еще, в этом нет никакой новизны. Вся проблема в том, какого объема резерв создавать по величине. Проблема состоит в том, вот на 2021 год должно быть около 11 триллионов в этой пресловутой кубышке. Конечно, частично они работают, и правительство здесь право, что, ну, действительно, эти деньги определенным образом используются, но не в полном объеме, не в той мере, в котором могли бы быть быть использованы. Но вопрос состоит вот в этих бравадных оценках, на мой взгляд, что вот на 6 лет хватит, на 10, но посмотрите сами, что такое, значит, 11 триллионов и 10 лет. Это по триллиону в год. Вы понимаете, где-то в среднем на нацпроекты все в год где-то 3,5-4,5 триллиона. Надо, примерно. Вот вам сопоставление двух цифр, которые должно наводить на размышления. Мне кажется, что и большая часть звучащих оценок 3 года, 6 лет, 10 лет, оно вообще расхолаживает страну, расхолаживает даже экспертность. Сколько хватит? Вкладывать просто свое производство вместо этого, это была бы самая надежная кубышка. здесь проблема есть, и я немного писал. Дело в том, что получается так, на достаточно продолжительном интервале времени мы формируем кубышку, в общем-то, не используя, как могли бы эти деньги в экономике, в том числе и на развитие реальных производств, и на структурные изменения экономики можно было это все тратить. Но говорим так и народу, и экспертам, что мы это делаем, потому что на случай кризиса страна должна иметь резервы. Тем более, вот у нас есть пример кризиса, мы за счет этого и продержались. Они приводят и какой-то пример, но получается так, что мы какие-то годы откладываем в эту кубышку, недоразвивая экономику, ждем этого кризиса, он наступает, а может быть мы этими действиями в какой-то мере и способствуем ему, а потом в этот кризис мы ее тратим. А если еще кризис затянется? Да, ну понятно, в итоге мы получаем общую стрелу времени как бы недоразвития или плохого развития собственной страны. Понятно. Вот эта философия очень опасна. Николай патриотические силы. Ведь действительно довольно странная политика. Выжимаем из экономики все копим, потом в кризис тратим. Хорошо, если кризис успеет пройти, если не успеет, вообще страшно подумать, что будет. Но дело в том, что мы приняли программу социально-экономического развития КПРФ, она довольно большая, рассказывать про нее довольно сложно, но основные вещи я назову. Ну, первое, это кадровая политика. У нас очень часто сапоги точают пирожники. И это продолжается и на уровне губернаторов, это на уровне министров. Ну, работают не специалисты. Это вот первое. Не специалисты хорошую экономику не сделают. Второе, это зависимость от иностранных инвесторов. Нам надо как-то нашу страну оторвать от этих иностранных инвесторов, несмотря на то, что президент все время и правительство одно и то же говорят, нам нужны иностранные инвестиции, эти иностранные инвестиции за 30 лет нам ни одного рубля не принесли. При этом каждый год у нас... Наоборот, только выкачивают все то, что у нас есть. Эти инвестиции как насос, который выкачивает все последнее из нашей страны. Нам надо избавиться от зависимости нашей экономики от иностранцев. Я уже там сказал, 92% крупной собственности у нас принадлежит иностранцам, и они, к сожалению, нам не подчиняются. Вон американцы забрали у нас алюминиевую промышленность, забрали криогенную промышленность, влияют на все остальные машиностроительные промышленности, и правительство, к сожалению, ничего, вот палец об палец, не бьет для того, чтобы, ну, как-то вернуть это назад. Они у нас отобрали, а мы взяли, национализировали, в конце концов, грубо говоря. Мы таких ответных шагов не делаем. А раз мы не делаем, то мы даем повод и следующее отобрать. У нас скоро вообще ничего не будет. Мы, кстати, касаемся денежной кредитной политики. Вот то, что мы сейчас обсуждали, а зачем эта кубышка? А не зачем? Я, например, считаю это прямым вредительством. Просто вредительством. Вот смотрите, у нас за последние 30 лет вдвое сократилось количество школ, на треть сократилось количество детских садов, садов, вдвое сократилось количество больниц, на треть сократилось количество ФАПов. У нас говорят министры, что в 17 тысячах населенных пунктов нет никакой медицинской помощи. Это можно до бесконечности перечислять. А зачем же мы тогда из бюджета выкачиваем деньги, для того, чтобы отправить их за границу? Ведь их же фонд национального благосостояния закачивает, фонд размещает в Центральном банке, а Центральный банк отправляет золото, валютные резервы, все за границу. Наши бюджетные мы зачем занимаемся ликвидацией при огромном количестве денег? Ведь 8 триллионов откачали. Что придумали? Придумали бюджетные правила, по которому изымаются нефтегазовые доходы из бюджета. Придумали профицит, просто придумали. Взяли, сократили расходы, в результате доходы стали превышать расходы. Это можно как угодно сделать. Приказали и в этом в регионах тоже сделали, бездефицитный бюджет тоже сделали. Все нормально. Но при этом расходы сокращаются и сокращаются социальные сферы. И сокращается жизненный уровень населения. Шестой год падает уровень жизни населения, а мы 8 триллионов закачали в фонд национального благосостояния. Теперь покупаем Сбербанк за 3 триллиона, потому что нам деньги эти девать некуда. Но это что за безобразие? За это судить надо. Я считаю, что это диверсия, это самое настоящее вредительство. Придумали налоговый маневр. В чем он заключается? Это тоже вредительство. Это вместо того, чтобы наши олигархи платили налоги, вывозные пошлины в бюджет, теперь они их кладут в карман, а за счет этого налога на добычу полезных ископаемых расплачиваемся мы теперь. И получается, что у нас Лукоил продает бензин по 22 рубля в Казахстане, в соседнем, а своим за 50 рублей литр. Михаил Юрьевич, коммунисты у нас внутри страны, но я еще слышу такие голоса уже повсеместно вне страны, призывают к чисто социалистическим методам, призывают использовать плановые методы управления, призывают национализировать недра, банковскую сферу, именно для того, чтобы повысить управляемость в свете стоящих перед миром вызовов. На ваш взгляд, насколько эти методы перспективны, насколько реально можно к ним перейти, потому что, конечно, сопротивление будет огромное. Давайте начнем со следующего. Ольга Аркадьевна упомянула закон о стратегическом планировании, который был принят. Да, он не работает, но, к счастью, все-таки какие-то подвижки, по крайней мере, перед кризисом начались. Сейчас, кстати говоря, наш институт вовлечен, есть пул из трех институтов, который работает очень серьезно над разработкой конкретных рекомендаций по запуску именно всей системы стратегического планирования, потому что там огромное количество противоречий в законе, в принятых других документах. Вот чтобы это хотя бы выстроить таким образом, чтобы система заработала, есть, по крайней мере, появился, наконец, может быть, не знаю, формальный, неформальный, но запрос сверху на то, чтобы вот этот процесс активизировать. Вроде бы, надежды возникли в связи с новым составом правительства, где Андрей Ремович Белоусов, в общем-то, один из идеологов вот этой вот системы стратегического планирования. Надежда есть. С другой стороны, то, что происходит на практике, конечно, мы видим, что никаких конкретных подвижек не наблюдается. Про тот же фонд. У меня-то, на самом деле, немножко другая точка зрения, что это только видимость того, что эту кубышку создавали, фонд создавали, и многие об этом говорили, чтобы валютным курсом управлять, на самом деле, изначально. Но при этом, вроде как, не запускать инфляцию. То есть, у нас дошло до того, что в 2017 году у нас валютным курсом стала управлять бюджетная политика, а не Центральный банк. То есть, Центральный банк не тратит ничего из своих резервов, но при этом, значит, закупает валюту для правительства. Вот эта схема работает только в одну сторону, когда курс укрепляется, а когда он начинает падать, как сейчас, она работать перестает. Но, слава богу, вроде сейчас вот как-то договорились, что все-таки Центральный банк будет интервенировать. Но, опять же, они это все сделают там в виде той же продажи Сбербанка, когда правительство просто перекачает эти деньги, как бы, часть Центральному банку. То есть, на самом деле, это вот такие механизмы, которые, по большому счету, конечно, процесс не запустят, а запустить может, как я еще раз вернусь к тому, о чем говорил в начале, нормальная промышленная политика. При этом реальных бюджетных ограничений у нас сейчас нет. У нас долг минимальный. Долговое финансирование принятое во всем мире практика. И для этого вообще не нужны никакие кубышки по большому счету. Ольга Аркадьевна, я не люблю Ельцина, просто-таки терпеть его не могу. Но справедливости ради, когда его прижало, он смог сделать достаточно серьезный поворот, пригласить Примакова и Маслюкова, которые, ну, действительно, изменили курс и за довольно короткий срок ситуацию стабилизировали. На ваш взгляд, правительство Мишустина может быть неким аналогом правительства Примакова и Маслюкова. И чем кончилось правительство Примакова, помните? Он сказал, что надо освободить места в лагерях для жуликов из сферы экономики. И после этого его выставили. Я к тому, что где пределы свободы нынешнего правительства? Не хочется, я опять говорю, не хочется быть пессимистом, но вынуждено быть реалистом. Состав правительства, но за исключением уважаемого Андрея Рымовича Белоусова, но который, между прочим, все эти годы тоже не где-то был на Луне, он был помощником президента. То есть, у нас суперпрезидентская республика, у нас все решает. На самом деле, по большому счету, один человек. За время правления Путина сменилось штук пять правительств, на самом деле, которые он вот так, даже некоторые без объяснения особой причин. Я даже помню, была фраза у него такой, могу, значит, должен. И убрал там какие-то правительства. Значит, поэтому, с учетом того, что на самом деле никакой радикальной смены состава не произошло. Все нынешние социальные посулы и так далее, я так понимаю, скорее привязаны к поправке Конституции, которую требуется провести. У меня, конечно, очень большие сомнения. Олег Сергеевич, время программы подходит к концу, поэтому задам вам как раз последний вопрос. Как вы оцениваете шансы России пережить с минимальными потерями нынешний кризис и совершить какой-то рывок в экономическом развитии при нынешнем состоянии управленческой бизнес-элиты? Знаете, конечно, состояние управленческой бизнес-элиты ожидает желать лучшего, но шансы, если будет повышена управляемость экономикой, выверена политика и не только денежно-кредитная, а связанная с реальным сектором, с использованием вот этой кубышки пресловутой, как мы ее называем в обиходе, с использованием бюджетных ресурсов, с использованием имеющихся валютных резервов, имеются резервы и у банковской системы, но этим надо управлять, необходимо направлять ресурсы по каналам их использования, и еще вот такая вот вещь очень интересная, сложилась парадигма, что мы не направляем ресурсы, а это неэффективно, во-первых, никто толком не считает эффективность, даже по нас проектам я не вижу никаких вменяемых расчетов, но это уже отдельный разговор, а во-вторых, нет понимания, что а как вы не предоставляя ресурс, сделаете неэффективное эффективным, вот поиск ответа на этот вопрос, это центральный, а его никто не ищет, причем нигде, даже среди научной общественности, в общем-то, эта тематика как-то пробуксовывает, поэтому вы понимаете, как в том анекдоте, доктор, есть ли надежда, спрашивает пациент, доктор на него посмотрел, говорит, да надежда-то есть, шансов нет, не хотелось бы не хотелось бы на этой пессимистической ноте, все-таки, если уж брать аналог из медицины, кризис часто предшествует выздоровлению, будем надеяться, что и сегодняшний кризис, он приведет в чувство как нашу экономику, так и нашу управленческую элиту, а с вами была программа «Точка зрения», я и ведущий Дмитрий Аграновский, до свидания. Дмитрий Аграновский,